Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Соловьев, я основатель онлайн-школы Bodylike. Это построение тела на основе анализа в крови. Мой месячный оборот 600 тысяч рублей. И сейчас я вам расскажу три лайфхака, которые помогли мне сделать такой оборот. Первое. Если вы учитесь в акселераторе, строго следовать схеме, которую дает акселератор. То есть есть много воронок, которые позволяют сделать определенный оборот. Это миллион, два, три, пять, десять. Но акселератор дает проверенную автоворонку, которая работает. Есть проверенные конверсии, по которым вы следуете. И очень просто достичь результата. На начальном этапе не надо ничего экспериментировать. Просто следуйте определенной схеме. Второй лайфхак – это найти популярного эксперта. Проверить его всякие заслуги, где он выступал, его социальные сети, грамоты какие-то. То есть зайти, допустим, на социальную сеть, посмотреть, как он ведет вообще ее, о чем он пишет. То есть эксперт должен быть реально экспертом. Потому что я общаюсь со многими людьми, и они, допустим, говорят, вот я хочу стать экспертом. И спрашиваешь, в чем он эксперт? А он говорит, я эксперт по финансам, по эзотерике, по психологии. То есть это не эксперт. Эксперт должен быть реально специалистом в своей сфере. Ищите таких, которые разбираются именно в этом. Иначе, если вы найдете эксперта, который не очень разбирается в своей теме, вы провалили свой проект. И третий лайфхак – это задавать вопросы. То есть умение задавать вопросы, когда вам что-то непонятно, спрашивайте, не стесняйтесь. Самый глупый вопрос – это тот, который не задали. Я на своем потоке нашел человека, который делает уже какие-то деньги и просто завалил его кучу вопросов. Вы знакомитесь на конференциях, на каких-то мероприятиях по нетворкингу. И те люди, которые делают определенные результаты в вашей сфере, спрашивайте их вопросы. Они ответят вам 100%. Как создать онлайн-школу? Первое. Необходимо купить пакет обучения в акселераторе. Делаем пункт 2. Находим популярного эксперта. Необходимо с этим экспертом создать методологию продукта. То есть есть точка А, точка Б. И необходимо посмотреть, как ваш человек дойдет к определенному результату. Допустим, если говорить про мою онлайн-школу. Человек пришел пухленький. Допустим, ему нужно построить идеальное тело. Первое. Он сдает анализы крови. Второе. Мы назначаем по анализам крови ему определенные добавки. Потом пишем питание. Потом тренировки. И потом, чтобы человек уже, когда пришел к кому-то результату, необходимо сохранить форму. Вот определенная методология, как он дойдет до результата. Вы со своим экспертом должны составить точно такую же схему. После того, как вы составили схему, необходимо сделать две страницы, где вы разместите свой курс и где люди подписываться будут на ваш вебинар. Следующий момент – это провести качественный вебинар. То есть необходимо туда будет пригласить людей. Как раз таки, если эксперт популярный, то это будет теплая аудитория. Вы сможете уже сделать какую-то продажу. После проведения вебинара вы понимаете, нужен ваш продукт или не нужен. Если ваш продукт нужен, вы заработали какие-то деньги, уже можно размещать его на платформе. Если вы уже хотите сделать какую-то большую системную онлайн-школу, то это, конечно же, гид-курс. Если вы пока получили немного денег, можно это все сделать, допустим, на платформе ВКонтакте. И после размещения вашего курса на платформе вы отслеживаете все конверсии. Как выбрать нишу? Есть на самом деле два пути. Это от души и от головы. Если говорить от головы, то есть упражнение икигай. Это японское упражнение, которое помогает выбрать наше предназначение. То есть вы выбираете то, что вам нравится, то, что вы умеете делать, то, что нравится людям. И в том, в чем вы действительно специалист. На пересечении этих кругов как раз таки и находится ваше предназначение. Если говорить про мой случай, то когда я делал это упражнение, у меня была ниша «Это криптовалюта». Я на самом деле сразу от нее отказался, потому что не было резонанса в душе. Поэтому этот способ, он более прагматичный, но на мой взгляд, не на долгую перспективу, не для масштаба. Потому что люди, которые выбирают этот способ, потом расстаются с экспертами и ищут именно то, что им по душе. Второй момент – это от души. То есть от сердца, то, что вам действительно нравится, то, что приносит вам удовольствие. Допустим, как хобби. У меня это спорт, я всю жизнь занимался спортом. Но спорт может быть, допустим, это и плавание, и легкая атлетика, и воркаут, и фитнес, и похудение для беременных. В каждом из этих направлений есть свой эксперт. И можно его найти, допустим, через друзей, потому что уже будет какая-то связь. И в этом направлении развиваться. То есть вам нравится эта ниша, вы получаете удовольствие, есть понимание с экспертом. Поэтому я советую именно выбирать нишу от души. Если вы хотите открыть свою онлайн-школу, приходите на бесплатный вебинар от основателя «Акселератора» – это Дмитрия Юрченко и Сергея Капустина. Регистрируйтесь по ссылке ниже. Дмитрия Юрченко и Сергея Капустина.